Всем привет, ребят! С вами Ани Рейль, и я пообещала рассказать вам про то, как я умудрилась, сыграв 1-4 плейсмент и после этого откалиброваться в Голд 2, начав Сильвер 1. И я намереваюсь это сделать, потому что матчи были супер эпические. Сразу скажу, вдруг кто не знал, прошлой неделе было первые выходные Апексов, первые выходные Апекса. Все самые жуткие киты, самые крутые игроки пытаются отранковаться в Лангрисер, чтобы начать забирать свои награды сразу. Поэтому конкуренция была не просто жесткая, наверное, даже самая жесткая хуже, чем в последние выходные. В последние выходные играют вообще все подряд, но киты уже глубоко наверху и до них не добраться. А тут можно было прям зайти и споткнуться в каком-нибудь Люксиде, например. Или об каком-нибудь ДСУ, например. Что я, к слову, и сделала, и собираюсь вам показать. Давайте прямо начнем с разбора матча с ДСУ. Самого последнего, это моя гордость. Я буду, наверное, хвастаться ближайшую неделю точно, может быть, две, потому что... Когда я вообще увидела, что меня ранкануло против чувака с рамочкой С8, когда я пыталась взять Гоуд 2, я прибалдела, конечно. Смотрите, что он делает. Я баню ему Лукрецию, потому что, видимо, я очень сильно боюсь Лукреции. Меня Лукреции очень дико бесят тем, что у них безудержный рейндж и тем, что у них откат скиллов, которые, кстати, вы увидите, потому что в этой игре мне тоже досталась Лукреции. Но ДСУ решает поставить вообще все фишки на СП Шерри и берет ее первым пиком. А мне, заметьте, он банит всех трех хиллов. Вот здесь, кстати, это была ошибка, мне не стоило брать Хильду. Мне стоило взять кого-нибудь типа Флоренции, потому что я еще не успела привыкнуть к тому, что у меня Лианы нет. Что хиллов у меня всего три, и вот так вот можно сделать и оставить меня без хиллов. Что я вообще тут делаю? Первым делом я беру Лукрецию, во-первых, потому что могу. И продолжаю банить ему, во-первых, фракционный баф для Шерри, это очень важно было. А во-вторых, ну, народ говорил, что я зря это сделала. Типа, я банила Тенсей Джессику по той логике, что я не хотела, чтобы СП Шерри оказалась у меня прям на лице в первом же ходу. Потому что телепорт и все, привет, поехали. Собственно, занимаюсь тем, что баню ему вообще всех основных ДПС, которых только можно. А здесь, со своей стороны, я занимаюсь тем, чтобы хоть как-то компенсировать тот факт, что у меня нет хиллов. У меня отхил есть у Джессики, у Лукреции, и у Бумерландиуса, и у Джагглера, но их он забанил тут же. Сам он при этом берет Розенциэль. А еще я потом так узнала, здесь этого не было видно, конечно, но Хильда у него конь. Это прям очень странно. Я удивлена. Ой, причуды топ игроков. В общем, у него такой супер-мега защитный бокс плюс Шерри. У меня супер-мега-дамажный бокс. Без хиллов. Но с танком. У него дамагеров, из дамагеров у него остается вообще только Шерри и Бумерландиус, которому он не взял дамажный спел, а взял АУЕшку. И заметьте, Хильда с темплор-рыцарями и конная. То есть она дважды конь, она сильно уступает моей копейной Хильде, но типа всякие Лукреции даже ее никак не пробьют. И еще, смотрите, я взяла Кленс. Меня уже за это наругали у меня в гильзии, но все-таки объясню почему. В одной из битв, которые я, наверное, сегодня буду показывать, меня очень сильно задолбал Бумерландиус с Кленсом, потому что он диспейлил всякую каку с моей Хильды, типа Гварда. И это было очень неприятно. А вот с Н6 Джессик это был настоящий косяк. Я ее взяла для того, чтобы хилить, и вместо подхилки второй взяла фристрайк. Фристрайк, это на меня нашло затмение, я решила, что надо взять что-нибудь против вражеской Хильды, которая стопудово будет копейщиком, как я думала. Оказалось, нет. К вопросу, почему у Шерри гоблины. Все очень просто. У Шерри гоблины, потому что только с их помощью она может вот этим вот скиллом бить во врага вместе с войсками. Потому что все остальные войска у нее милишные, и они не бьют в Шэдоу Рейде, обратите внимание. Типа, чтобы гарантированно убивать сквозгвард. Нет, собственно, почему Хильду взяла? Я думала, что Хильда мне поможет не умирать от Шерри. Зря я так думала. Как вы сейчас прямо увидите, вообще не помогает. А еще зацените, у меня Тенсея Джессика выдала два Бриза. Просто по-царски. Бриз Хильди, который ей нафиг, правда, не нужен, и Бриз Бозилю, который ему достаточно неплохо пригождается. И еще Бриз Прокоит Лукреция. Прям. Ультра Бриз команда. Вот, собственно, в первый же ход, даже несмотря на то, что я надеялась, что этого не произойдет, Шерри уже у меня на лице. На конце первого хода. И она идет убивать. И решает, она убивает Тенсея Джессику. Не знаю, зачем, во-первых, он так сделал. Во-вторых, почему он атаковал именно с такого угла. То есть он мог, например, пойти откуда-нибудь не сверху, а спереди. И тогда он мог убежать обратно под Гвард. По сути, в этой ситуации у меня на всех Бриз Лукреция достает его атаку. Легко, легко достает атаку. И он это не мог не видеть. Да, на ней нет фракционного бафа. Но кого это волнует? Заходит Лукреция. После чего отправляется радостно обратно под танка. И мы оказываемся в совершенно дурацкой ситуации, где ДСУ умудряется проигрывать мне по сути первым же ходом. Он фиданул мне эту Шерри. У меня остались все мои ДПСы. А у него не осталось ДПС вообще. Только хилы. Ирония заключается в том, что у него куча хилов, а у меня хилов мало. И мне практически нечем его убивать. И ему нечем меня убивать. Но он в среднем в более выгодном положении находится из-за того, что я плохо хилюсь. Очень плохо хилюсь. Почему я ходила именно к Рюгерам? Да, я знаю, что там стоит розенция или у всех стаки от розенции. Я это сделала для того, чтобы бафы диспэрить. Ибо нифиг иметь бог. Вот. А дальше начинается моя любимая замечательная тактика под названием поливай всех, АУЕшка. на этом моменте я заняла мидл. Вот то самое место. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так отсчитываются клетки. Потом раз, раз, два, два. Вот эти шесть клеток будут живы от центрального тумана. И из них мной занято пять из шести. Потому что у него более кратконогие юниты. после чего игра становится очень увлекательной. Бозель таким количеством каках, которые он бросает, все-таки пробивает стаки розенции. лукреция хилит как может. А читерная флоренция прокает часы и булит меня. Оцените, кстати, у нее посох, который диспелит один дополнительный дебаф. Читерный. И она его юзает дважды в ход. Я, кстати, не знаю, почему он сейчас именно на этом моменте не дает себе доп.ходы, а копит их. Но потом их стал давать. Хильдамай продолжает не пробиваться. Он продолжает хилиться как не в себя. И что в этом хорошего? Хорошего в этом то, что вот здесь идет счетчик наносимого урона и мой уже где-то раза в три превышает его. Ну, а проблема будет в том, что вот, кстати, мне тут кто-то говорил не из вас, конечно, а из моих иностранных коллег. Мне кто-то говорил, что типа у него ни разу не прокал этот шипы у него ни разу не прокал на хильде. Вот смотрите. Шипы. прокнули. Просто, во-первых, у меня Лукреция не наносит так много дамага со своим Гойлом и поэтому в том числе не умирает от шипов. А во-вторых, у нее постоянно прокали всякие броники, которые ей же уменьшают дамаг, соответственно, отражается тоже меньше. И еще одна вещь, почему я хочу сказать, что Лукреция полнейшая ОП, это то, что она может оставлять свои скиллы не только себе. Вот здесь у меня, Бозель с кулдаунами на всех ауешках, потому что у него часы не прокнули. Берется кукла и откатывает к Де Бозелю. И у него уже 24. Офигенно. плюс благодаря этому у меня практически еще практически у меня никогда не слетал Гвард с Хильды. Потому что в нужный момент кукла ей просто откатывала. Вот, пошли наконец до обходы. Но он ощущает, что у него есть некоторые проблемки из-за того, что он не может занять центр. Но шансы у него все еще на этом моменте есть, потому что кстати, смотрите, я сейчас выхожу, открывая один слой в центре, но я это сделала в первую очередь проверив, что ни один из его героев, ни один туда не добегает. В кои-то веки у меня мозги поработали, хотя это было по-моему два часа ночи что ли. продолжаю просто вносить урон. Тупо урон вносить. Здесь я замечаю неладное. У меня Хильду по-моему обезножили что ли. А ей снизили мобильность солдат на два. Благодаря чему она теперь не гвардит. Очень смешно. И мне убивают. И таким образом он занимает одну из точек в центре. К моему большому большому сожалению, но я ничего с этим поделать не могу. Не могу не порадоваться тому, что его Хильда вообще нифига урона не наносит. Так что она не делает Бузелю ничего. А Бумерландиус Бузелю тоже делает ничего, потому что у него магическая защита. дофиг. Слава Буку второй раз часы у его Флоренции не прокнули, а то было бы совсем ОП. Так ей пришлось как обычной девочке ждать кулдаунов. Опять же, у меня все на лоу ХП, но я вижу, что здесь нет АОЕшки, здесь никогда не было, здесь тоже нет АОЕшки, поэтому вот этим героям бояться совершенно нечего, можно спокойно скастовать Гвард. Еще у меня в перманентном совершенно сайленсе находится Лукреция из-за не знаю из-за чего. по-моему, потом у него у него с отхилом все прекрасно, у меня с отхилом все ужасно. Хильда живет на 5% ХП. И сейчас ее подхиливает опять же Лукреция. Она опять выживает. Опять заканчивая ход хилит со своими войсками. И бедный Десу понимает, что ему уже ничего не светит. А все из-за того, что он в самом начале боя просто неправильно походил Шерри и я ее убила. Вообще по Банпику это была полностью проигранная партия. И вообще с Шерри у меня отношения достаточно неприятные. Кстати говоря о Шерри. Давайте я вам покажу еще одну выигранную партию. Я не знаю, что это за новая мода такая банит у Греции. Но я... Короче, идея в чем? У него нет Флоренции. Ой, Флоренции, господи, у него нет Розенции. Поэтому мой самый главный враг его здесь нет. И я начинаю тупо банить всех ДПС, отдавая оппонентам и хилов, и танков, сколько им влезет вообще. Надеясь именно на вот эту стратегию, что я занимаю центр, поливаю врагов АУЕшками, и выигрываю. Это долго, это неприятно, мучительно, но это работает. Вот смотрите, в отличие от ДСУ, он тоже берет Шерри вторым пиком, не первым, но вторым. И он мне банит раз хила, два хила и Лукрецию, а не раз хила, два хила и три хила. В этом мне кажется критичная была разница. Я естественно беру тут же Ликарис, потому что Ликарис у меня сейчас Ликарис у меня сейчас в зачаре на кристалл хилерском. То есть я полностью решила, что я практически не играю ей в качестве ДПСа. Я 90% времени ей хилю, поэтому пускай она будет в кристалле. Я точно знаю, что никаких часов она не прокнет, но зато она хилит как боженька. Ну и обратите внимание еще здесь на последний бан он оставляет себе Элвина Ландиуса и двух хилов и я решаю, что хилы ему не нужны, что он обойдется. Итак, одного джаглера уже достаточно. Вот. Мне наконец банят Бозеля, что очень прискорбно, но мне оставляют Крюгера и Ликрис есть для него фракционный баф, так что я взяла Крюгера здесь. Так как против меня типа Агро, я отодвинулась сама назад, плюс-минус. Еще очень страшно Ареса было, я думала он меня порешит. на самом деле порешил меня Шерри. Вот здесь вот очень дурацкая ситуация, в которой я сама же себя поставила. сделано это было для того, что, во-первых, я не верю, что Шерри убьет Бернхарта, во-вторых, я хотела, очень сильно хотела дать ему плюс наносимый урон 20%. Я плюс-минус понимала, что Шерри сейчас влетает в кого угодно и кого угодно убивает, скорее всего, вот с такими-то статами с фракционным бафом, что она будет все равно бить мимо Гварда, но мне кажется, мне кажется, ему стоило бить трех очковым скиллом, потому что Арес не под Гвардом. Вот это сделано естественно, естественно, для защиты от стана. Во-первых, от стана, во-вторых, от минус мува, который дает Химика. Вот, кстати, правильная Химика против Хильды берет вот этот вот скилл неотталкивающий, потому что отталкивающий не будет работать. В общем, он очень сильно боялся того, что Арес ему даст в ответку, поэтому он атаковал его с рейнджа, не стал трехочковый тратить, что на мой взгляд странно, и убежал. Я думала на том моменте, когда он убивает мне Ареса, он мог в принципе ворваться куда угодно, а я бы на его месте скорее всего попробовала убить мне Ликарис. На ней даже фракционного бафа нет. типа я попробовал, не знаю, но он не стал. Врывается Бернхард, не добивает 207 хп на химика, как мне сказал потом хозяин этой химика, у меня типа нет ластрайтов, вот специально для этого, мне кажется наоборот, если бы у него были ластрайты, то первая атака прошла бы намного слабее. А не на 12 тысяч. На шере явно есть ластрайты, там намного меньше урона у меня прошло. Так, меня тут зверски ауешат. И ничего не происходит. Потому что он весь в дебафах. Ха-ха-ха. И потому что у меня достаточно прочный и Ликарис и Крюгер. Влетает недобитая к моему величайшему сожалению химика. Я опять же вот здесь уже я не понимаю как он у меня выжил с 700 хп. Ну слава богу, что выжил. Ну и естественно он идет мстить. но не сразу. Я думала о том, чтобы пойти мстить сразу, но смысла в этом не видела по двум причинам. Во-первых, она уже никуда не денется. Во-вторых, Элвин сейчас пойдет бить Бернхарта. Ну, потому что очевидный фит. Я прям отдала его здесь на этом моменте. Во-вторых, подойдет Элвин, я еще Элвина задену Крюгером тоже. Плохо, что ли. Элвин супер ожидаемо идет убивать Бернхарта, а Бернхарт гегемоний сдиспеливает ему атаку. И наш брейсер Элвин не наносит Бернхарту ничего. Это такой рофель вообще. Я так убалдела на этом моменте. Но запрет хила на два хода не диспелящийся это просто по Бернхарту в любом случае. Тут заходит Крюгер. Плюс, смотрите, я специально закончила его ход на хилерском таре, чтобы он погинил хп дважды. По возможности. Но поскольку он походил первый раз, на него из-за дебафа химика вешается Сайляц. И Тайл его тут же обратно снимает. Очень хорошо получилось. Кстати, даже без фракционного бафа. Без фракционного бафа он идет и не убивает Шерри. Блин. Дальше впрыгивает пёсик. Хотя я думала, что он впрыгнет мне в хильду. Дальше идет вторая ОЕшка. Понятно почему. Потому что чтобы Шерри не успела ничего сделать вообще. И чтобы она убежать не успела. Крюгер находится под Гвардом, так что ему вообще ничего не угрожает. Вру. Вот на этом моменте Крюгер находится под Гвардом, но приходит Собакин и кусает его за задницу. Но как опять же ругался мой оппонент, после того, как он сдает ОЕшку, эта ОЕшка дает Джаглеру минус мув. И он больше никого не кусает за задницу до конца хода. Опять врывает Селвин. Опять пытается убить Бернхарта и уже теперь да, безусловно убивает. Наконец-то Крюгеру достается фракционный баф, которого он ждал 200 миллионов лет. Ну и танки ОРЕСов не боятся, конечно же. Тем более такие задебафанные. Я даже специально не подходила к Джаглеру. Уж не видела в этом смысла. Потому что я видела, что у него ноги отрублены. Теперь в отверстие встает Ликорис. Все хилит. Все опять фуловые, радостные. Джаглер встанет. Я ожидала, что он это сделает. И я примерно рассчитывала на то, что мой фуловый Крюгер от этого не умрет. Потому что здесь минус наносимый урон и минус атака. Ну и так вышел, слава богу. Но я вот что я не рассчитала, это то, что у меня сейчас собакин с укусом до конца хода был. Почему собственно я атаковала так глупо? Я хотела добить Ареса, но не могла, потому что у меня были ноги отрублены. Провал. Причем я же сама же подошла. Ну ладно, я Хильдой подошла. Именно из-за этого гварданин был. Вот. Ну теперь наконец Арес умирает. Причем опять же я какая-то невероятно умная была на том моменте. Я проверила, что у Элвина теперь же это отображается. Я проверила, что у Элвина не хватит мувов, чтобы до меня добежать никаким образом. Раньше-то для всех не было видно, какие скиллы в откате, а какие в кулдауне оппонентов. А теперь для таких дурачков, как я, это сделали. И жизнь прям стала намного лучше. Качество жизни прям хлещет изо всех щелей. Ну и собственно дальше мы просто занимаемся ничем, потому что Элвин ничего не может сделать Хильде. Хильда фуловая. Ну и я спокойно допиливаю собаки. Причем сингл-таргетом без скиллов так просто допиливаю. Ну еще там что-то дрэгается. Я его даже в этот ход даже и не убиваю. но все равно судьба его была предрешена. Не знаю кстати чего он ждет. Типа тут уже ловить нечем потому что Хильда стоит и что ты с ней сделаешь. Ничего ты с ней не сделаешь. все. Вот такой второй реплей. но я считаю что хватит показывать бои где я выиграла Шерри. Хотя кстати против Шерри мне получалось неплохо играть на этих выходных. Давайте я вам покажу матч с товарищем по имени Цуолиньоули. Вот как раз чьей Шерри я и проиграла. Спойлер спойлер. Вот это был очень странный бан. Не знаю почему именно Крюгер. Но я ему в отместку забанила Розенцель за это. И нагло дерзко я тут пытаюсь сыграть в агро. Поэтому я нагло и дерзко пикаю всяких там Лукреций первым пиком. А он пикает Шерри. После чего я пришла в панику забанила ему тут же Луну. Во-первых потому что Луна очень хорошо обламывает всяких там Тенцей Джейсик Каюр и Лукреций а во-вторых потому что она фракционный баф еще Шерри дает. Вообще если у вас есть Шерри то не самая плохая идея положить Луну бокс. Мне кажется это очень разумно. Он мне банит все что может его хоть как-то замедлить. И в тот момент когда я баню ему танков и баф он собирается брать рашеров и рашит мое лицо. Оставили мне только Ликарис на подхил. Ну кстати рашить я практически всех кто может рашить у него забанила меня чисто одной Шерри сейчас только что будут иметь Шерри и внезапно Ликарис что Ликарис тоже неплохо внесла свой вклад в мое уничтожение Вот меня так радуют всегда эти джаглеры с лобстерами Мне всегда так грустно становится потому что я понимаю что они взяли лобстеров из-за того что думают что у меня на Лукреции звезда какая-нибудь А у меня звезды отродясь не было В принципе нет такой шмотки в игре для меня Вот Вот здесь кстати я очень удивилась Это для меня был новый опыт До этого я не играла против СП Шерри и Флоренции одновременно То есть я думала что ее базовые 6 мулов они как бы не увеличиваются с помощью Флоры Смотрите вот 6 мулов Флора дает ей ускорение и они превращаются в 7 мулов Я такая в смысле в смысле блин как так-то и она тут же начинает мочь убить у меня практически кого угодно прикол Так вот зашла ворвалась убежала обратно это хорошая Шерри убежала под гвард Вопрос зачем я фиданула арес остается открытым на самом деле А чем я это сделала Возможно это было просто типа решение из разряда отчаяния Это прям реально был какой-то супер тупой мув Я уже видела что Шерри его достанет Зачем я это сделала Какая-то мега тупая ошибка Реплей называется как я очень плохо сыграла Потому что бои в которых я нормально считаю клеточки нормально проверяю у кого отрублены ноги у кого нет Почему-то я их выигрываю удивительно правда Ну то есть я размениваю конечно сейчас ликарис вражескую Но оппонента это не парит по простой причине что у него есть еще один доп ход за Шерри и я ничего не могу с этим сделать меня меня закидывают ауешками потому что в отличие от меня у него ликарис кстати мне так что куку снесло в отличие от меня у него ликарис с двумя ауешками косой очень прикольный билд ликарис мне кстати все больше и больше он нравится ну и собственно я пытаюсь что-то прохилить конечно же это не помогает лукреция ауешет через куку моя лукреция носит его джаггл ничего плюс на всех моих по-моему сейчас запрет хила а из-за лукреция запрет хила запрет бафов которые накинула через куклу ну и в принципе все по-моему на этом моменте я сдалась очень плохо отыгранный матч максимально плохо что еще вам интересного показать есть один супер долгий мучительный бой я кстати не уверена что первый банить лукрецию это норм тема для моей коробки банить вот розенцель куда как более актуальная вещь он не первым делом банит джаглера поэтому я стараюсь забанить бозеля и хелену потому что я знаю что они очень больно и ауешат и дебафают а если мне банят джаглера и розенцель это значит что меня будут пытаться ауешать и дебафать я у меня у меня была стратегия и я ее придерживалась я баню ему вообще всех дпс которые только есть в тупую оставляя кучу хилов и кучу танков а сама беру довольно стандартный бокс танцует с фракционным бафом для флоры естественно мне тут же банит берна но это меня не павит потому что меня оставляют флоренцию например ой лукрецию и все еще оставляют насколько я помню да почему я беру бозеля объясню я уже чувствую что это затянется надолго я ему оставила по большей части только тех дпс которые меня не парят потому что у меня хильда вот типа например элвин меня вообще не парит я его по моему все равно буду банить но исключительно за того что он зачем я его буду банить я его по дурости забанила банить его было не нужно потому что фракционный баф для тенсея джессики и так был но идея моя была в том что это затянется надолго никто из них двоих мою хильду не пробьет поэтому мы будем заниматься тем что занимать центр и трамбовать всех бозелем только в отличие от боя с десу который был сразу после этого боя то есть они в другом порядке шли в отличие от боя с десу у меня здесь аж полтора хилера полноценных даже почти два а так составы очень похожи если заметите этот бой еще интересен тем что я плохо спозиционировалась но все равно выиграла вот так вот нечестно мой оппонент спозиционировался лучше и больше наверное заслуживает эту победу чем я ну что я собственно собираюсь этим делать сейчас он подойдет он будет подходить к центру без вариантов я выставлю Бозеля вперед и буду его поливать ауешками накручивая урон вот этим кстати мувом я вынуждаю его использовать ликорис и поменять тайла потому что я хотела после этого использовать свою ликорис и уже ей поменять тайла вот сейчас как я делаю здесь у меня есть допход для Бозеля Бозель стоит в нужном радиусе то есть ему надо подойти на одну клетку и он задевает ауешкой вообще всех врагов и он в гварде идеальная ситуация я даю ему допход и мы начинаем выбивать из оппонентов все дерьмо а извините стаки розенцель он даже сайленс прошел поверх розенцель снова накладывает свои стаки фуловые по-моему насколько я помню Бозель снова их снимает и к величайшему сожалению у него ни разу не прокают часы и все это уходит в кудал вопрос зачем я взяла слип хороший вопрос против айенцель наверное это было очень тупое решение надо было брать пассивный сайленс или кос оппонент реагирует на мои действия раньше и лучше меня он уже сейчас начинает бежать в центр а центр на этой карте находится между башнями вот здесь вообще он очень хорошо сыграл я прям реально не заслужила выиграть этот бой у него на бумерландиусе кленс из-за этого кленса я в какой-то момент этого боя потеряю гвард сейчас он на мне есть а потом я его где-то потеряю и это будет очень неприятно и будет стоить мне персонажа ну а пока я даю доп ходы меняю тайлы я как знала просто что сейчас хильду будут атаковать и очень больно шестизвездочной джессикой поэтому я масс хилю а благодаря шапке ликарис может кидать масс хил каждый ход вот здесь вот закрывалась одна из моих основных проблем почему я не смогла нормально запозиционироваться у меня хильда до центра могла добежать но тогда она открывала флоренцию тогда она открывала бумерландиусы практически всех а вот джессики максимальный радиус фракционный баф и она короче ваншотнет кого угодно кто выйдет из под гварда поэтому я встала на минус 30 кстати вот эти встала на минус 30 меня только что спасло и не дало сдохнуть от джессики но из-за этого я очень сильно потеряла в позиционировании вот он уже начинает по максимуму занимать центр нагло я думала он сделает это позже зря я так думала он вообще молодец слип кидается не для того чтобы усыпить потому что стаки есть а для того чтобы сдиспелить дальше будет еще одна моя ошибка кстати моя была проблема в чем я хотела чтобы хильда зашла вот сюда но как только она сюда заходит она у нее заканчивается гвард и джессика убивает кого угодно поэтому я думала что ну ничего страшного я займусь здесь центр каким-то образом ликрис сюда даже если зайдет я займу клетку ниже все будет нормально мне было не очень сейчас увидите почему кто догадался почему до того как вы это увидите тому отдельный лайк подписка и сенокос я собираюсь здесь выдать ему дополнительное передвижение кстати надо было вот уже на этом моменте надо было сюда вставать но я боялась что меня тенцет джессика ваншотит со свежими бафчиками поэтому походила бозелем потому что он под гвардом и мой оппонент объяснил мне насколько сильно я была неправа он просто взял вот так вот взял розенцель и засунул в центр и у меня остается хоп он уже не проходит никуда он за бортом проходит только ликрис по сути то есть у меня в центре остались бозель хильда снаружи флорин и бумерландиус сильно снаружи короче я в полной заднице я проигрываю это позиционирование в честую а еще у меня не прокают шипы на хильде но это другая история я ждала пока его ликрис походит чтобы после нее поменять свои тайлы но он оказался хитрее и не стал этого мне позволять сделать ну на этом моменте как вы видите все очень плохо у него занято 4 центральных тайла у меня занято 2 мой танк стоит снаружи и вот только что только что с него здесь пели гвард у нее остались все бафы которые команду дают прочее фракционный баф но у нее нет гварда то есть моя ликрис и мой бозель они не гвардятся сейчас и подвинуть я их тоже не могу потому что тогда они освободят центральные клетки то есть у меня все было супер плохо даже несмотря на то что я вот там типа выигрываю по урону а это ничего не означает что ты выигрываешь по урону если тебя убьют увы одно хорошо вот этот вот масхил позволяет перекрашивать тайлы в нужный цвет каждый ход то есть враг перекрасил ты перекрасил ты перекрасил враг перекрасил так и живем его хильда кстати шипы прок так видите моя нет моё ликорис безудержно буллет я вот пытаюсь её снова отхилить но это не помогает я теряю одного героя в центре но к счастью после этого у неё заканчивается ход и я уже своим героем конечно занимаю эту дырку это хильда у меня всё ещё два героя в центре у неё всё ещё четыре а и моя ситуация всё хуже и хуже потому что у меня больше нет ликорис которая бы меня оттаяла на пол ну реально это должен быть видео про то как я проиграла на самом деле одно радует бозель под брейсером абсолютно неубиваемая сволочь никакая хильда ничего ему сделать не может в принципе даже хильда у которой есть ракнарёк и никакой там бумерландиус тоже что не сделает это такой бафчик типа я призываю вас давайте бейте мы его бозили он продолжает накручивать урон ауешками туман приближается кстати удачно повешенные сайленсы очень хорош я прям сейчас сдаю вот эту ауешку потому что я знаю что мне надо будет на следующем ходу бомерландиусом сдавать фракционный баф для бозили которые точно остаются здесь жить а вот все остальные вот эти двое они умирают без вариантов ну соответственно первый идет фракционный баф причем он еще и не умирает у него есть воскрешалка к моему величайшему счастью просто супер величайшему на бомерландиусе фракнул из-под бозили запрет хила благодаря этому мы сейчас избавимся от всего лишь одной жизни нашего бомера и кстати по моему походу от ликарис тоже да мимоходом но это заканчивает мой ход поэтому я этим воспользоваться не могу этим воспользовалась тенсей джессика убила мою флоренцию вообще-то у меня были на нее планы еще какие планы я там доп.хот собиралась давать всякое такое ну увы гварда не было патовой на самом деле ситуация потому что моему бозелю здесь никто из его героев сделать ничего не может и он стоит крутит урон слип это единственное что у него оставалось все остальное было на кулдауне и это единственное что било мимо гварда ну в общем понятно да почему я его заюзала лоу хп он не хилится осталось почти нисколько хп слип наносит урон как раз хватило чтобы добить к сожалению правда мне это не принесло никаких дивидендов бумерландеус не добегает ни докуда так что на этом ходу он погибает но у меня все еще нормально не прокает рефлект последнее что он успевает сделать это он успевает похилить самого себя блин вместо хильды и умереть и умереть одиннадцатый ход из двенадцати у меня вдвое больше нанесенного урона тенсеи джессика наконец-то получает то что она заслуживает по жизни сейчас покажу еще раз но я думаю вы догадались что это были шипы вот она тенсеи джессика бьет получает прок шипов и улетает ну и как бы все потому что дальше битва хильд за двенадцать ходов он не успевает мне нанести сто пятьдесят лишних тысяч урона и даже не успевает убить хильду я бозелем даже не пыталась ни в кого атаковать потому что это нафиг не нужно я догадываюсь что мало кому вообще из игроков нравятся подобные стили игры тем более что как я уже сказала в этой игре я сыграла хуже чем мой оппонент и на самом деле он должен был выиграть а не я следующий бой который я вам хотела показать это тоже бой против шери причем это супер странный бой против шери где оппонент проиграл просто потому что не знаю он странную фигню сделал то есть казалось бы я вижу ну я сейчас этого не вижу когда я увидела кто против меня играет я там намочила штанишки потому что люксит это типа топ ранг игрок всех серверов он там типа топ 8 топ 4 я не знаю короче он очень крутой я занимаюсь тем что продолжаю веселую тактику перебань оппоненту всех дпс ну я уже про нее говорила повторяться не вижу смысла меня опять пытаются убить шери это прям супер мега старота я набираю максимально бернхарта хильду прочих всяких персонажей которых шери по идее пробить не должна и отдаю ему розенцель но по сути кроме шери здесь уже не осталось кем меня убивать то есть у него есть шери и все ну и типа собаки ну ладно он там типа что-то может кусаться может вот эти два сейчас были очень смешные баны я их забанила не потому что я думаю что мой оппонент сильно хилится а потому что я думаю что ему не нужны допходы для шери будет слишком неприятно если ему флоренция будет давать допход по кулдаун вот а сама получаю достаточно такой крепенький бокс практически полно состоящий из империи и мне еще даже отдают розенцель тоже то есть будет битва розенцель на розенцель он такой весь из себя крутой думает что он мне шери всех перережет но при этом не знаю зачем он взял шери с ангелами и вот это вот самое не знаю мне кажется самое тупое решение всех возможных он не взял пробитие гварда то есть типа как он меня вообще убивать собирается он собирался долбиться мне в хильду под двумя хилами это шутка без фракционного бафа даже для шери короче я не знаю что это было это вообще люксит играл или нет потому что когда я играл десу мне кажется что там был настоящий десу хозяин в смысле аккаунта а вот вот это сейчас я не знаю типа кто играл на этом чуваке это было так странно то есть вот его шери да она сейчас мне достает кого угодно но при этом у меня все под гвардо и фиг ты что с этим сделаешь и у тебя нет пробивания гварда какой у тебя план на победу чел у меня был кстати очень большой соблазн вылезти вперед беру артам ой не то нажал но во первых не было повода никуда вылезать во вторых там собаки под кучей стаков и даже если бернхарт сдаст ауешку все прохилится обратно так что я решусь это тупая идея не стоит так делать то есть ауешку то я конечно все равно сдала потому что а почему бы и нет тем более можно заставить его сделать трехочковый скилл раньше времени после чего начать потихонечку спиливать стаки разницы вообще я думала что нас ждет долгое плодотворная игра а он не знаю что он хотел в общем все он врывается конечно же никого он не станет потому что на мне миллиард стаков от разницы он не добегает до флоры которая стоит далеко и он не добегает будь у него рейнджовый скилл он бы смог ее достать но будь у него рейнджовый скилл он бы бозили убил второй раз пытается забежать в хильду а хильда говорит что она даже не почесалась у флоры допход естественно допход я даю Бернхарту чтобы он пошел и объяснил Шерик кто здесь император к сожалению да ее шапочка ее защищает от такого безобразия кстати был неожиданный исход событий очень неожиданный исход событий то есть да он ворвался для того чтобы хильду мне прокусить и убить Бозеля но мой Бозель крепкий мой Бозель мега крепкий почему у него так мало атаки а на нем запрет бафов был то есть это опять же это какая-то супер тупка сейчас была он без шок не прокастил на себя по-настоящему потому что на нем был запрет бафов ха а нет вру еще раз ну-ка без шок он на себя прокастил и получил запрет бафов видимо после того как он проатаковал Бозеля уже в ответку то есть здесь у него есть без шок где он теряет я не могу понять да нет да нет все правильно он потом получает запрет баф видимо видимо у меня просто дохранить какой прочный бозер здесь естественно я ничего не могу сделать мне надо обязательно убивать шери я могла бы оттолкнуть обратно джаглера но мне позарез надо убивать шери так что я кастую ауешку и надеюсь на то что хильд до меня не добегает а это меня не пробьет ну или просто собирайся отдать Бозеля 50-50 но оказывается что он меня даже не пробьет потому что это Бозель Бозель мега толстый и на этом мой оппонент теряет все всю волю к бою и сдается еще один реплей хочу вам показать который в том числе рассказывает о пользе Холика Юры проигранная мной игра это насколько я помню тоже какой-то очень топовый чувак с супер высоким рейтингом я начинаю со стандартных банов но в принципе мне кажется тут можно бан пики пропустить он начинает тоже очень стандартно я зачем-то делаю вид что я десу хотя с десу я до этого еще не играла и баня ему все хилов думаю такая вот я типа такая страшная сейчас я тебя задамажу не отхилишься никогда вот а он берет лукрецию а потом он еще и берет каюру почему каюру я ему оставляю смотрите кстати говоря вот это был очень тупой банпик с моей стороны потому что я одновременно баню ему двух дебаферов и сразу после этого беру розенцель то есть я могла их двоих не банить а вместо этого забанить каюру и сп шери и мне нужно было это сделать прям вот стопудово мне нужно было банить не вот этих двоих а вот этих двоих это было прям мега ошибка и он берет каюру почему я не так сильно боялась каюра по итогам этих выходных мне доставались вражеские каюры в среднем 4-5 звезд моя кстати взяла 5 звезд только в воскресенье в общем я ему выдаю просто какой-то идеальный набор всех трех новых девочек эти три новые девочки сделают со мной непотребство и вот эти короче все четырех пятизвездочные каюры делали мне примерно нифига а тут я наконец встречаю мега донатного чувака у которого все ELL скины кстати не знаю почему но похоже это джейстика пятизвездочная лукреция пятизвездочная как у меня и шести звездочная каюра в холли классе я чувствую себя достаточно самоуверенно типа я такая классная у меня есть розенцель со стаками которые я взяла кстати говоря миркл специально у меня есть бёрнхард который уменьшает атаку своей аурой я думала что я страшная классная никого не боюсь каюра кстати бьет с большего радиуса чем действует аура бёрнхард но это так слово но шутка юмора была даже не это смотрите я специально делаю тайлы потом я специально юзаю миркл а мне в лицо закидывают каюру и вот здесь можно даже анимацию оставить посмотреть что со мной сейчас произойдет я не смотрела если что сейчас с вами буду смотреть у меня бёрнхард супер мега жирный под миркл так смотрим вау пози 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 она она даже без войска убила так а помедленнее можно нет там были мне кажется она процентов девяносто нанесла ему ее войска там даже не особо были нужны короче вы поняли холли каюра которая наносит свой первый урон в вервульфов вервульфы это у нас демоны поэтому они очень сильно боятся холли поэтому каюра просто разорвала его просто на части и вот я не уверена мне кажется я где-то в этом моменте уже сдаюсь потому что мне по сути нечего противопоставить сюда ну да это уже пошло отчаяние я выхожу ликарис вперед зачем-то делаю тайлы каюра дамажится нет я не сразу сдалась я еще немножко пострадала кстати чем больше вижу лукреций тем больше вижу лукреций с ауешками и заметьте голем восстанавливает каюре скил и каюра может снова убивать я такая типа сейчас я центральные локации займу ух здесь я кстати какую-то фигню сделала непонятную потому что идея моя была в том чтобы бернхарта ударить но я его не достала это было такое максимальное было минго вообще или я нет я его доставала но тогда я не оставалась на стене я думала сейчас я на стене как-нибудь выживу ну вот одной атаке действительно выжила толку никого вот так поиграли я что-то уже дофига показала вам реплеев один наверное остался я хотела еще показать его конкретно разобрать для тех кто не был на стриме или был на стриме но не смотрел его полностью это тот самый проигрыш который я назвала эффектом ледина я панически боюсь алустрель на вот этой карте давайте я наверное даже пропущу банпик здесь я сделала тоже очень много тупых мулов я думаю кто смотрел стрим видели их прямо на стриме тот самый реплей изначально план был хорош врываться убивать всех бернхартом насиловать что-то делать с гусями каюри дает госпол кстати о каюри вот это у нас пятизвездочная каюра между прочим 1350 интеллекта под госполом все у нее есть все чего души пожелает ну я продолжаю всех терроризировать с помощью химика потому что если мне передают инициативу то надо ей пользоваться у меня кстати прокают часы плюс на вражеской химика навешивается минус мув который что-то как-то не особо минусует честно вот пятизвездочная каюра бьет моего Бернхарта все того же самого Бернхарта в нем ничего не изменилось но это каюра маг и она его не пробивает хотя ну это прям совсем было на тоненьком естественно но та каюра была холи и та каюра была шесть звезд поэтому меня разорвало на тряпочке вот примерно после таких боев я и перестала каюр бояться а зря меня булит вражеская химика за что она вот прям буквально в ближайший момент получит от Бернхарта все что ей причитается а да кстати лол вот это просто лол 100 хп вот эти недобитки меня преследуют все мои реплеи видите да этот красавчик до Бернхарта не добегает сюда добегает но в этом нет смысла поэтому он будет бить химика а химик превратится в бревно пока пока что все идет супер удачно для меня но я как-то умудряюсь это все продолбать снова идет Каюра Каюра уже да вот сейчас она конечно уже добивает мне приходится потратить на химика не знаю кстати зачем она была полумертвой в сайленсе и с запретом хила но она максимум бежать могла просто и все я я долго насколько я помню над этим размышляла но все таки решила сделать этот мув вот там дается доп вход в Каюру и я так сильно пугаюсь Каюры что решаю выйти химика из-под поплатилась ну то есть да я пару секунд порадовалась тому что Каюра никого больше не достанет кроме самой химика после чего химика просто умирает от Сони и приехали вообще кто играет в Сони сейчас в Апексе ужас 1795 атаки между прочим это без стаков было но кроме того что у меня был миллиард тупок в этой партии у меня все еще вообще-то были планы на победу если бы не замечательный эффект ледина смотрите рассмотрим его поближе вот у меня трехочковый гвард вы танчите атаки за всех союзников в радиусе двух клеток остался один ход игра считает что трехочковый скилл строго лучше чем двухочковый гвард который тоже дает на два хода гвард рейндж но игра реально не понимает того что у тебя сейчас этот эффект закончится поэтому в тот момент когда ты кастуешь вот этот вот скилл у тебя еще не закончился гвард и игра считает что на тебе есть эффект более сильный поэтому не перезаписывает его и в том числе не перезаписывает гвард перезаписывает только те бафы которые уникальные то есть гвард гвард на гвард короче не поменял он дает мне только доминать информацию специальный баф именно от этого эффекта вот 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 этот баф меньше шанс крита и получается в итоге что у меня закончился гвард я специально взяла второй гвард для того чтобы всегда быть перекрытой гвардами а замечательный эффект ледина игра решила что на мне более сильный баф в тот момент когда я кастовала баф я его прокастовала он не наложился потому что на мне был более сильный эффект после чего этот более сильный эффект просто закончился и я осталась без гварда и соответственно без бузеля потому что я то была уверена что я сейчас обновлю гвард а получила иди нафиг ну и дальше приходит меня уже просто убивают всякие там сони и вот после этого можно ливить потому что мне нечем его убивать конечно я ненавижу этот эффект ледина он точно так же если вы не догадались работает относительно ледина и его трехочкового скилла и его базового гварда в общем приехали вообще не знаю зачем я здесь стою и непонятно чем занимаюсь у него уже 167 тысяч урона а я этого еще не видел на тот ход я конечно понимаю что я стою на стене я такая сильная но ему в целом можно больше ничего не делать до конца игры и я все равно проиграю по урону вот такие дела кто не знал об этом замечательном эффекте ледина думаю теперь знаете рассказывайте в комментариях играли ли вы в апекс на этих выходных если вы почему-то до сих пор вообще не играете в апекс то напомню что награды вообще-то супер жирные и обязательно стоит играть хотя бы для того чтобы ранкануться а еще для того чтобы забрать прекрасный скинчик на фейслесов и прекрасный скинчик на Сильвер Вульфа которым никто не пользуется конечно но все-таки а еще у нас топ 512 нынче получает награды между прочим 257-512 получает аж 2000 кристаллов так что стоит обязательно поиграть и на этом позвольте откланяться надеюсь вам понравились мои разборы реплеев и всем пока-пока